От пророка до благословит его Аллах и приветствует, передается, что есть такие виды поклонений, совершивших которые человек получает награду в этой жизни и в последней. Например, совершение хаджа и умры регулярно, ибо они удаляют беспечность и грехи, также милостина не уменьшает имущество. Также родственные связи и благочестие к родителям удлиняют жизнь и увеличивают пропитание. Да, это важный вопрос. В исламском законоположении хвала Аллаху есть то, что стимулирует как в религиозном, так и в мирском плане. Ведь Всевышний Аллах знает о недостатках раба, а также о том, что он нуждается в мотивации и в том, что обуздает его. По этой причине при упоминании награды за благие деяния, упоминяется награда в последней жизни и ближней, что служит побуждением для человека. Ведь он нуждается в этом, как в ближней жизни, так и в последней. Могучий и великий Аллах сказал, но среди них есть такие, которые говорят, Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. Им уготовен удел за то, что они приобрели. Аллах скоро в расчете. Нет проблем делать благое деяние, возлагая надежды на награду в этом мире, и это не убавит его награды. Ведь если бы это уменьшало ее, то Аллах и его посланник не упоминали бы этого. Делается это для мотивации. Человека нужно поощрять, чтобы его сердце воодушевлялось от поклонений. Запреты противоположны этому. Шариатам установлены приговоры и выговоры, дабы человек мог удержать себя от действия, за которое полагается приговор. Таким образом, приговор за прелюбодеяние для девственника — сто ударов плетью. И ссылка из родного города на год. Для женатого или замужней — побивание камнями. Может быть так, что иман человека ослаб, и ничто его не остановит от прелюбодеяния, кроме осознания того, что ждет его из приговора. Во всем этом мудрость шариата. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил в некоторых военных походах, убившему врага принадлежит то, что на нем, то есть то, что при мертвом, будь то оружие, одежда или что-либо другое.